Бубен 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 Синева Расплескалась По теньяшкам Разлилась По погонам Да я её кстати на день Десантников в парке пел Правда у меня бубна тогда не было Мне бутылки передавали Ну ладно, не нравится Давайте другую популярную Уббрэйк мэй хат пойдёт? Как? Ну не рви мне сердце и нервы Мне уже всё равно. Поехали. Стоп! А где у вас тут подключиться можно? Не надо! Акустический концерт. Люблю! Андрей Кмакат, щас. Колосочек. Полюшка Поле. Куполинка. Я не люблю медицинские, но медицинские любят мне. Айслам Шеди, пожалуйста, стойте. Пожалуйста, стойте. Гимн Монголии. Новый гимн Монголии. А! Уберите мою голову! Хаус версия. Вступление. Блин, длинное вступление у этой песни. Аплодисмент. Аплодисмент. И вещество только. Уберите мою голову! З하게 стойте. Аплодисмент. Аплодисмент! кофем залитый. Я сам подбирал, поэтому не похоже немного. Очень хорошо. Леша, ты его запомнил? Да. Чтоб я не видел его здесь больше никогда! Тут у нас недалеко от центра в лесу дед живет. Все знает, но он немножко того. Ты приди к ним, пару вопросов задай, ну прикинься перепись населения. Ага. И все, и про сумка спросишь. Все, все, поехали. А поехали, тут два шага пешком. Из-за леса, из-за гор показал мужик топор. Но не просто показал. А не просто показал. Да. Стой, кто идет. Ну тихо, тихо. Стой, кто идет. Перепись населения. Бабка. Как раз вовремя. У нас кто-то в лесу поляна есть, и на ней человек двадцать уже без вести пара пола. Тут недалеко. Пойдем покажу. Не-не-не-не-не-не. Ну вы кто? Дед Пихто. Ага-га-га. И баба... И баба Пихто. И баба Пихто. У нас же одинаковая фамилия. Ёшкин кот. Да. А по нас и Матрона Пихто Ёшкин кот. Через дефис. Оп. Айкют твою пиара. Пойдем бежать. Пойдем бежать. Пойдем бежать. Пойдем бежать. Лишь бы куде бежишь, бежишь. Мы с бабкой до свадьбы два года встречались, а так и не встретились. А время тяжелое это, да я помню. Да-да. Мужиков в деревне мало. Мне так еще, а бабка на стену лезла. Пойдем бежать. Ну че ты? Вот три звезды, югра, кондишен, все включено. Вот такие Гарри Поттер, часть вторая, с 30 мая на DVD. Пойду швиням дам. Сэть, швиням, мне дай. День голодный. А швиня раньше ж как было? Месяч, два и все. Надо кабана колоть. А щас? А что щас? Все, вырос кабан. Сам колется. Да. Вот тебе и Джонни Депп, страх и ненависть Лангипаса, да. Вы таких звезд знаете? Ой, и не таких знаем, да-да. Это помню, Ванесса Мэй проезжала, Газманов приходил и Расторгуева приносили, показывали. Так что у нас жизнь с бабкой типа Казанчипа, да? Да, весело живете. А то, четыре страйка пива бесплатно. Это помню, играем у карты с медведем на бабку. А мне не везет. Все, выигрываю и выигрываю. Куда ты вяжешь, трапинка милая? Куда ты вяжешь? Куда ты вяжешь? Ну ладно, на самом деле, я потерял... И мы потеряли. Да-да. Собачку. А такой хороший был собачка. Лохматенький и с хвостиком. Серожем звали. Бывало, подзовешь его к себе. Сергей, подойди ко мне, пожалуйста. И он бяжет, с хвостиком виляя. Такий хороший. А добрый был же, да? Да. Сколько молока давал? Ой. Бывало, просишь его, Серожа, хвата, хвата. Оставь себе, а он да ей, да ей. Такого нежадного собачку еще поискать надо, как говорил Кимчаныр, да? Крутый бязин. Хорош макроту разводить. Я хотел у вас спросить, вы не находили... Находили. Геологи, да? Да. Нефть нашли. Золото нашли. Ну, ничего в хате не спрячешь, ну. Ни в хате, ни в сарае. А где это у вас нефть и золото? А тут в лесу, на поляне. Я же говорю, недалеко. Пойдем, покажу. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не, это да все. Гамовер, надоел ты мне. Хочешь, иди у людей спрашивай, а я не знаю, где твоя синяя сумка с ручками. Как мне до людей теперь добраться? Я от вас не найду дороги. Мне правда надоел, да? Да. Вон, если до твой сосны добежишь, то направо. Что значит, если добежишь? А многие не добегали. А Пауля точно знает, Кого она не любит. Это из кортика песня? Да. Кого она не любит, А в земле сырой лежит. Я кто? Пихто, ешкин кот. И поверил. Майгуровы мы. Добрый вечер. В эфире передача Музыкальная бобина. В прошлый раз мы обещали вас познакомить с польской эстрадой. Сегодня у нас в гостях звезда из Польши пан Яцек Гробовский. Встречайте. А-а-а, поляки, поляки. Пшенок едут по Варшаве. Пшенки, поляки. Эй. Добрый вечер, пан Яцек. Шо я добрый, но с вечерок. Пан Яцек, для начала расскажите нам, как начиналась ваша творческая карьера. Ну то ж, с початку мы имели группу. Она уже жмела название Пшеволоснянковый жужик. Мохнатый шмель? То есть так, по-польску то есть волоснянковый жужик. Так. Хорошо. И сколько же было человек в вашей группе? Ну то ж, где-то сорок пшеков. Такая большая группа? О, ну то ж я, пан Иржик, с семьей, и все. А-а-а. Скажите, а на чём же играла семья пана Иржик? О, то ж семья не играла, то ж есть администрация. Такая большая для двух-то человек? Ну то ж поглядишь, то ж пше-продюсер, пше-стилюшник, пше-конфитюшник. Конфитюшник? Ну пше. Кашеверка, маляр, снайпер, охрана и всё. Ну, снайпер понятно, но маляр зачем? То ж есть лидер нашей группки, то ж есть сексуальная млюшка. Ну, секс-символ понятно, должен быть в каждом коллективе, но маляра зачем с собой возить? Ну то ж раз на раз, не идёт, нет концерта, забор красим. Скажите, вот нам известно, что недавно вы выступали на одной сцене вместе с Децелом. О, пшиздрик! О, то есть так, то ж есть другие часы, концерту, я выхожу и пшиздря, где ж ты? И нету, и тут же скок с кармашкой, и йоу, йоу, тостиш, тостиш, то зробив ты на хип-хопу молодости, йоу, ше-тусовник, у пшизрика в хибарку, пан иди на чарку, ха-ха-ха, шивдрик, дурноголовый цар. Смешной язык, скажите, а есть ли в Польше какая-нибудь специфически польская тенечка, известная на весь мир? То есть так? Ну как? Пшено! Хорошо, и в завершении нашей, так сказать, встречи исполните что-нибудь для телезрителей. У вас же наверняка есть из репертуара Земфиры. А, то есть так? Давайте. Я прошу, ты ж не вздыхай, а то я ж тогда ж подвдыхну тоже ж. Ты подлетишь в раз на рай, а мне Бог скажет, век та аду жаждешь, слабких цитрусовых жаждешь, баек не коротких жаждешь, я соседку джмыкну, ради ж можно. И у нас в гостях сегодня был Пан Яцек Гробовский! Спасибо, Пан Яцек, что вы сегодня к нам пришли. Кстати, как будет по-польски «Приди!» «Явись!» «А уйди!» «Отъявись!» «И мы отъявляемся в Пан Яцек Гробовский!» «Да потому что это мир же у тебя!» Как и в советские времена, Сочи — это прежде всего главный курорт страны, и отдыхающие здесь тоже самые главные. Итак, «Сочи», «Бочаров-ручей», «Летняя резиденция президента». Владимир Владимирович. Да, Эдуард Амбросевич. А какой фильм мы сегодня будем смотреть? Может быть, «Человек-паук»? Нет, «Человек-паук» я уже смотрел. Смотрели, да! Я тоже! Ну и как вам? Мне вот тоже, честно говоря, наш фильм. Прекрасный! Будем смотреть «Матрицу-3». Так она же еще не вышла в прокат! «Саша». А-а-а! А-а-а! Не-не-не-не-не-не! Меня нельзя! У меня, знаете ли, еще после «Терминатора» нога не зажила. Давайте. не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не можешь победить. Стоп! Стоп! Остановите, пожалуйста! Вот! Вот, вот такие бруки я себе хочу. Ну, также невозможно смотреть фильм. Кстати, Александр Григорьевич, вы мне обещали дать посмотреть «Коготь дракона». Ой, вы знаете, я случайно стер. А у вас, Эдуард Амбросевич, есть какие-нибудь интересные боевики? Владимир Владимирович, я вам уже сто раз объяснял, что никаких боевиков на территории Грузии не было. Смотрим дальше. Открыть дверь может лишь избранный. Это мое назначение. Открыть дверь может лишь избранный, лишь избранный, 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 избранный. Вот кино! А, смотрел бы, смотрел бы! Открыть дверь может только избранный. Эдуард Амбросевич, а вот если бы вы были в «Матрице», вы бы какую программу загрузили? Я бы загрузил программу, чтобы моя Грузия процветала и росла. Правильно. Я бы, наверное, тоже загрузил, чтобы Россия наконец-то вошла в ВТО, чтобы валовый годовой доход поднялся, чтобы цены на нефть возросли. А вы, Александр Григорьевич... А я бы стал пиратом! Я с детства мечтал о море. Мора, морочка мое, моро! Мора! Я бы стал отважным путешественником! Что, вы не верите? Посмотрите! Колумб плыл из Испании в Индию и открыл Америку! Я поплыву из Индии в Испанию и закрою Америку нафиг! Амора, это же... Вот идите сюда! Идите! Идите! Встаньте! Поднимите руки вверх! Выше! 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 Закройте глаза! Глаза закройте! Чувствуете! Чувствуете, как я вами командую! А что это вы нами командуете? Не ссорьтесь! Не ссорьтесь, друзья! Помните? Помните, как мы жили? В одной большой дружной семье А давайте сейчас Давайте сейчас соберемся все вместе И киргизия! Все 15 республик Все вместе И все В одном большом порыве Посмотрим фильм «Чужие» А почему «Чужие»? Да, почему? Потому что все мы здесь Свои Пацаны из Москвы Юлий, Антон, Игорь, Константин Леонид, Андрей и еще один Игорь Поздравляют своего друга Александра С юбилеем АПЛОДИСМЕНТЫ И в ответ пацаны просят Александра Васильевича Поставить им что-нибудь интересное Смотрим художественный боевик Художественный фильм «Напарники» 13 серия Штат Дебраска Полицейский участок Так, я не понял, почему ты не работаешь, а? Вот теперь я вижу, что ты настоящий полицейский Значит так, слушай сюда Меня плевать, что тебе до пенсии осталось два дня С этого момента ты будешь работать с напарником Иди сюда Он же черный Он же белый Нет, я привык работать один Причем здесь секс? Так, задание на сегодня Вы должны победить всю русскую мафию Выполняйте О, классная пушка Это не пушка, это пистолет Я вижу, ты неплохо разбираешься в оружии Но действовать будем по моему плану Сейчас мы допросим моего информатора Но допрашивать будешь ты Хочу посмотреть, на что ты способен Окей, мэн Тел мне Where is the Russian mafia? Where is the Russian people? Where is the Russian men and women? Опс Хе Я знаю этот способ допроса Это добрый, злой полицейский Да, только я добрый Вы не подскажете, где русская мафия? Да, да Я все скажу Только уберите от меня этого стадиста Русская мафия в соседней комнате Нам надо посовещаться Значит так, как зовут тебя, малыш? Джонни Значит так, Джонни Ты подходишь к двери Громко в нее стучишь и говоришь Откройте полиция Потом ты Оттаскиваешь в сторону тела Джонни И мы начинаем штурм Окей Окей Нас приедали Убивать их на смерть А? Напарник напарник ну все он наглох слушай ну почему когда мы всегда побеждаем русскую мафию ты кричишь потому что русская мафия бессмертна мы будем вас убивать на кампания путь дракона гонконг представляет художественный китайский боевик кога джукова или крадущийся молотов затаившись серебентропа а а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок В свое время программа «А ну-ка, парни» была настолько популярна, что в любом городе считали своим долгом проводить подобные мероприятия. Это было время, когда любая инициатива была наказуемая и все новое с трудом пробивало себе дорогу. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 АПЛОДИСМЕНТЫ – Так, что за малолетки? Курили у вас на последнем ряду? – Ну они же не сигареты. АПЛОДИСМЕНТЫ А когда за воду будем расплачиваться? – Какую воду? – Ну как же конкурс? Леся песни из бронзбойта. – Иди отсюда! А, это самое, а гардеробщиц отвязывать? А вы их уже сфотографировали? Так мы их еще и не тушили. Как не тушили, почему? Ну там бронзбои-то не дотягиваются. А если напрямик? А напрямик нельзя, там телекамеры. Что? Какие телекамеры? Я не понял, какие телекамеры? Да телевидение там приехало, тык и тррррр. Вы что, хотите сказать, что весь этот бардак записывало телевидение? Да успокойтесь, и кто там ничего не записывал. Прямой эфир и все. Как прямой? Как не хватает? 15 метров же, брат бой. Алло, алло, здравствуйте, скажите, с Андреем Николаевичем можно поговорить? Что, Андрей Николаевич занят? Да. А с секретаршей его можно поговорить? А, Андрей Николаевич занят. Так, спокойно, спокойно, по порядку. Так, это взяли? Так, зачем вы привязали гардеробщиц? Они одежду не давали. Зачем вам столько одежды? Одеть голых женщин. Каких голых женщин? 500 голых женщин в зале. Почему голых? А вы б не разделились, да? На вас сверху из бронзбойтов поливают, и не убежишь никуда, кругом автоматы. Какие автоматы? Ну десантники же никуда не ходят без автомата. Что здесь сделали десантники? В конкурсе участвовали они. В каком? А ну-ка, парни! В каком таком? А ну-ка, парни! Не, ну нормально, блин. Сами попросили, проведи нам конкурс. Я все организовал, устроил. В зале 500 голых женщин, тут десантники. Я в перьях выхожу и а ну-ка, парни! Говорили мне, обратись на центральное телевидение, пригласи профессионала, Сашу Маслякова. Кого? О, Сашу Маслякова! Ой, Сашу Маслякова! И что вам, Саша? Калинка, малинка, малинка моя! Он так сделает! Он перья все понатыркивает! Он вот так прыгать будет! Да никогда в жизни Саша так не сделает! Там, это, Александр Масляков приезжал. Как? Ну, он прямой эфир видел. Вот. Ну что, ему понравилось. Вот когда эти там десантники с голыми пожарными. Моя идея! Вот. Но, говорит, в а ну-ка, парни это не пойдет. Вот. Зато, если разбить их на команды, то все это подойдет в другую очень перспективную передачку. Это же гениально! У меня все готово! Здесь у меня десантники, здесь пожарные, тут жюри привязаны к гардеробщицам, и я в перьях выхожу и подочинаю. Даже не вздумай! У десантников будет плохо! Даже не вздумай! Это будет опасно! Я сказал, что я не вздумаю! Слышишь? Не трогайте, даже не вздумай! Вот и мой, отстаньте от меня! Жюри, подстаньте, отстаньте, отстаньте! Пальпо, 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 пальпо! Пальпо, 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 пальпо! А-а-а-а! Стой! А если без перьев? Я тебе покажу без перьев! Стоять! Так Александр Васильевич узнал свое будущее. И у нас сегодня с вами есть замечательная возможность пообщаться с человеком, который еще тогда, в 64-м, курировал от ЦК ВЦСПС наше советское телевидение и знает, как все начиналось. Встречайте, Вениамин Карлович Рубилов! Папа мой был такой веселый, Мы с ним увлекались футболом Ходили мы походы с нею... Вениамин Карлович... Да-да! Ко мне пришел мастяков, я ему сразу указал на дверь, а на двери было написано «Молодец!» И мы с ним сели, взяли алфавит, рассмотрели все буквы на пленуме ЦК, вырезали все лишнее, оставили три самые надежные, так появился КВН. Скажите, а... А-да! Встал вопрос, кто будет вести две кандидатуры Масляков и Терешкова. Мы звоним Терешковой, ее нет, она там, а сотовых телефонов, тогда, сами понимаете, уже не было. И Масляков, как говорится, назвался сто процентов, полезной костюм-кузов. Скажите, а песни, которые... Да-да! Встал вопрос, передача, нужна песня. Мы звоним молодому, но перспективному, Шаинскому, Володе, он говорит, я не могу, на Тульской, Савенок, понятно? Но! Снова нашим сделал и вперед! Скажите, а вот шутка... Тогда пришел ко мне Юлик, ну, тогда еще Юлий Соломонович, принес шутку про Брежнева, мол, Брежнев не только, а Ленька. Так и оказалось, на шутке сразу поставили крест и в эфир. Первая религиозная шутка про Брежнева. и тогда сверху пошел сигнал вниз, и вне ту все сказали о сигнал. А тогда время было тяжелое и легкое. Все боялись, все боялись, и только я один тоже боялся. Время было, дверь закрыл, свет выключил, одеяло накрылся и на работу. Скажите, тогда КВН закрыли. Кто закрыл? Я закрыл КВН. Закрыл я КВН, чтобы его не воровали. Потому что открытый КВН как открытый сарай. Открыл, все, крысы, Петросян, пошло, поехали. И уже тогда, когда Александр Васильевич познакомил меня с Масляковым, они были молодцы, они были как три половинки одного и второго. Я сказал, вот увидите, пройдут годы, и я оказался прав, годы прошли. спасибо, спасибо огромное, Вениамин Карлович. Я надеюсь, что мы все надеемся, что вы придете к нам еще... Ноги моей здесь будет две. Шутка, КВН, с праздником, всего доброго. Вениамин Карлович Рубилов. Днепри Якубовича будет сказано, но мы продолжаем вращать барабан. номер 61. Именно в этом году, друзья, появилась наша игра. У нас в гостях человек, который, как он сам утверждает, придумал КВН. Вениамин Карлович Рубилов. Папа мой был такой веселый, мы с ним увлекались футболом, ходили мы в походы с ним вместе. Добрый вечер. КВН 50. А через 50 лет с любой документацией снимается гриф секретности. Вениамин Карлович, скажите, ну как же вот на самом деле... Тогда, когда КВН закрыли, сразу появилась идея открыть КВН. Встал вопрос, кто будет вести новый КВН. Кандидатуры две. Это Александр Масляков и Геннадий Малахов. Что только не делал Малахов, чтобы победить. Он натирался медом, обливался рыбим жиром, ел подорожник, натирался хреном и уже почти вырвал у Маслякова победу. Но тут поступил звонок из КГБ и у КГБ был один единственный вопрос. А вам не кажется странным, что всякой хренью натирается Малахов, омолодеет Масляков. Так и оказалось, провели расследование, улечили Малахова в колдовстве, выгнали из телевидения и сожгли на Масленицу. Шутка, КВН. Смешно. Вениамин Карлович, а вот в то время... Тогда время было, честно говоря, ВО! Все было просто и понятно. Везде в Москве висел одинаковый плакат. Слава КПСС! А что сегодня? Идешь по Москве, голосуйте за Явлинского, здесь Жириновский за Русских и только у Единой России. Все просто и понятно. Реальные пацаны, новый сезон. Все. Вениамин Карлович, откройте все-таки секрет, почему вот тогда КВН из Московского Дворца Молодежи переехал в Театр Красной Армии? Но сегодня уже прошло 50 лет и мы можем не бояться и говорить об этом открыто. КВН переехал из Дворца Молодежи в Театр Российской Армии потому что тупо дешевле аренда. Ну и главный вопрос. Всех очень интересует кто же все-таки придумал КВН? Вот вы не спрашивайте, а всех наверняка интересует кто же все-таки придумал КВН? Тогда я разделся, почистил зубы и поехал домой. Дома даже чаю не попил в душ. Тут звонок, звонит акселерот говорит Веня, Веня, Веня! Я говорю понял, еду. Приезжаю сидят акселерот, Яковлев, Муратов, я и Масляков. Стали думать КВН и Масляков все время мешал. Он громко смеялся, перебивал, дергал Яковлева за уши, да, ходил колесом, катался на шторе, вел себя отвратительно и честно скажу не по-комсомольски и было принято решение поставить Маслякова в угол чтобы он не мешал. Мы поставили его в угол и забыли. И что я вижу прошло 50 лет а вон красавчик стоит. Живой, невредимый, молодой, красивый Стоит в углу и никому не мешает Вывод, 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 вот вывод, а мы вот, вот, вот Так что любите, пестите, лелейте Потому что Александр Васильевич Масляков, он ведь как Зюганов Масляков в 50 выглядел на 30 и 50 на 30 это рабочее давление Зюганова, все, КВН с праздником, ура! Александр Васильевич Пацаны из Беларуси Считают, что лучший подарок это память Встречайте, человек, который помнит о КВНе все Вениамин Карлович Рубилов Папа мой был такой веселый Мы с ним увлекались футболом Ходили мы в походы с ним вместе Вениамин Карлович Тогда все и завертелось КВНу 55, Маслякову 75 Это говорит только об одном, что Масляков уже тогда был красавчик Он уже тогда был молодой Ну это все понятно Тогда в 61 мне позвонил сам телефон Две фамилии Гагарин и Масляков Гагарина сразу в космос А Маслякова в МИД Оба этих путешествий были крайне опасными Поэтому перед Гагарином послали собак А перед Масляковым комсомольцев Потому что тогда Время было такое, что комсомольцев было как собак Много и не жалко Вениамин Карлович Тогда сборная СССР по футболу стала чемпионами Европы И тогда с футболом было покончено Я как сейчас помню вечер Сели я, Масляков, тренер черчесов Сами черчесы И решили покончить с футболом Чтоб на долгие годы было о чем шутить в КВР У меня есть очень важный вопрос ТА-ДА Честно говоря, было две передачи Это КВН И что? Где? ТА-ДА Они шли примерно одинаково Рейтинги были примерно одинаковые Но прошли годы И пропасть Где КВН, а где что? Где? Понятно Потому что наша игра Моложе, она ярче И в отличие от что, где, когда Наш ведущий Никогда не прятался Но иногда по пояс И то на это всегда были свои положительные причины Ян Карлович, это все замечательно Но вы вот как Человек, который знает о КВНе все Скажите Может быть в КВНе есть какая-то тайна? Есть Открою вам секрет Ночь Ночь Германия Автобан Ламборгини Диабло Мы прем За рулем Оксана Васильевич Страшно Рулит Спидометр До 360 Смотрю, а он прет 55 Я тогда ему и говорю Говорю Видишь, Васильевич Только 55 Все только начинается Вот будет 260 Тогда и поговорим С праздником КВН С юбилеем Беларусь Страна настолько богатая Полезными ископаемыми Что мы их даже не добываем Но ради КВН Посмотрите, что откопали Не, эти сами приехали Посмотрите, что откопали Папа мой был такой веселый Мы с ним увлекались футбол Ходили мы с папой с ним вместе И пели солдатские песни Здравствуйте, Венимин Карлович Да-да! Ночь Я сплю Звонок в дверь Межгород Минута на сборы И внизу сразу мне подали Черный служебный плащ И я полетел Утро Лубянка Говорят 60 лет КВНу Маслякову Примерно столько же Надо рассекретить Кое-какие документы Я Звоню Пескову Песков звонит Мне Созвонились Я говорю, рано Он говорит, пора Поэтому кое-что Александр Васильевич Я расскажу Та-да! Холодная война Супердержавы Супергерои У них Бэтмен У нас Гусман Поднакомились в кафе Тогда с Васильевичем Взяли по салатику Мы столичный Юлий Цезарь И тогда У всех был вопрос А кто Такой Масляков Как человек Был случай Поехали я Масляков Эрнст На рыбалку Сапоги Черви Все серьезно Костя даже Кукурузу взял Грыз всю дорогу Пока ехали Приезжаем Красота! Васильевич Заглушил яву Костя выпрыгнул Из коляски Закинули Сидим У меня Ноль поклевок У Кости Ноль поклевок А Васильевич Оп-карасик 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 Мы говорим Александр Васильевич В чем секрет? А он говорит Вот вы На червяка Плюете А я нет И я понял Что это Человечище Что ему Даже на червей Не наплевать Просто Просто Та-да Люди Были Другими Отношения Были Другими По-другому Любили По-другому Дружили Даже Целовались По-другому Вот Посмотрите Они же Не целуются Они Дружески Жмут Друг другу Губы Но К юбилею Долго думал Что подарить Голову Сломал Сломал Голову Звоню Гусману Он говорит А нахрена Васильевичу Сломанная голова И тогда Я вспомнил Ну Так Выключите свет Шучу Будем при свете Александр Васильевич Вот Подарок Как символ Любви Дружбы КВН Ура А у нас Прямое Включение Сочинского Отделения Канала Культура И в 1986 Году Они Переезжают В Ленинград Он молодой офицер Она Актриса Местного театра Дела у них Идут Хорошо Но Не так хорошо Как хотелось бы Он постоянно На работе Она в театре И отношения Заходят В тупик Володька Володька Слушай Ау А что у тебя тут А Это Последние разработки В области Искусственного Интеллекта Вот Смотри Во Во Вот Это Киборг Витек Киборг Да Слушай А как он Включается Очень просто Витек Что Инструкции Витек Работать Начинаю Слушай Наум А как он Выключается Тоже Очень просто Витек Отключайся Принимаю Слушай А что он еще может До завтрашнего утра Уже ничего Витек Доступ запрещен Слушай А вдруг Понадобится его Срочно включить У нас есть Одно средство Но оно до конца Не изучено Поэтому могут быть Неопоправимые Последствия Я знаю Наверное Ой Ой Володька Что ж ты наделал Ой Сейчас начнет Ой-ой-ой А как его остановить У нас есть еще Одна разработка Вот Это компьютерная баба Его гипер-жена Его надо Активизировать Для этого Маруся Витек Бухал Но у нас есть Самая новая Разработка Это вот Кибер-теща Так у нее совсем нет оружия По традиции Секретное оружие Тещи вмонтировано В рот Зинаида Михайловна Зять Простят оружие Простят оружие Получается Она непобедима Нет На нее Будет воздействовать Только самый высший разум Попробую включить Антонио Фагундес Раул Кортес Анна Паула Орозио Тиаго Лассерда Павло Мадуарде Ах 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 Попался Ах 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 Белорусы долго думали Кого отправлять Поздравить КВН И его президента С юбилеем Встречайте Третий президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко Ну Где он Ах Ну пускай Поволнуется И что Друзья Дорогие Женщины И Мужчинщины Россия Для Беларуси Это как Фанта Для КВН Ах Это и спонсор И вместе Веселее Как это говорят На КВН Порвал зал Да Вы знаете Не за горами Тот час Когда уже Окончательно Объединятся И Россия И Беларусь И будет Общая Рассирусия И все Будет Хорошо АПЛОДИСМЕНТЫ Ну Теперь о главном Дорогой Коллега АПЛОДИСМЕНТЫ Выборы Президента Республики Беларусь Это то же самое Что выборы Президента КВН За всем Я долго думал Что подорыть Деньги Банально Кассету С какими Записями Хорошими Дорого Поделку Сделанную Собственными Руками Так вам Он уже Красноу Подарыл Но ведь Главное Не подарок А внимание Поэтому я Вот Дару вам Эту Открытку Пожалуйста И Спасибо Доброго Вам здоровья До свидания Пирог Давайте На все АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это же Выскочило С головы Совсем Подарок Уручить Надо Ну, как? Я даже не знаю. Ну, выскошила с головы. Ой, где эта открытка была у меня? У руча уже? Ай, ну не знаю, что там. Ну, просто не понимаю, что там. Не будем отвлекаться. Недавно наши генетики выделили человеческий ген, который отвечает за базар. Да ладно, не бойтесь. Мы тут ничего трогать не будем. Так, посмотрим только. Нормально. Опа, смотри. Умный сидит, да? Это компьютер у тебя есть, да? Интернет там. Хочу все узнать. Мужики, я тебе совет дам. Для того, чтобы все узнать, интернету нафиг не нужен. Нужен утюг. Вот, и все узнаешь. О, смотри. Слушай, а это ты? Не, ну это ты, да? Да реально, это он, смотри. Слушай, это он, красавец, слушай, да? Слушай, я с ним поздороваюсь просто, да? Ну реально, да? Да, надо поздороваться, конечно. Здорово уже. Здорово. Спасибо. Спасибо. Б良. АПЛОДИСМЕНТЫ Статистика утверждает, что Республика Беларусь известна всему миру по трем вещам. Это холодильники Минск, Александр Григорьевич Лукашенко и команда КВН БГУ. Встречайте, главная гордость Республики Беларусь. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер! АПЛОДИСМЕНТЫ Не волнуйтесь, а уже начинаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Что, еще нету никого? Боженька ты мой, так и замерзнуть можно! Хлопты давайте скорее! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Ну, может быть, пора звать Дедушку Мороза? А зачем меня звать? Джингл Белл, Джингл Белл, Джингл, Джингл Белл! АПЛОДИСМЕНТЫ Многие в меня не верят! Но я есть! АПЛОДИСМЕНТЫ С Новым Годом! А Новый Год, это ж такой праздник, когда без подарков, ну никак! Ну, где подарки? АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, мне, Дедушку Морозу, многие пишут письма со своими желаниями. Вот одно. Не буду говорить чье, пускай это будет нашей маленькой тайной. Ой. Дорогой Дедушка Мороз, Я хочу, чтоб в новогоднюю ночь мой эфир был самым веселым. Ладно, приеду. АПЛОДИСМЕНТЫ О, и вы тут? Знаете что? Не такая я уж и чрезвычайная ситуация. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всем подарки от нашего генерального спонсора. И мы благодарим нашего генерального спонсора Минскую фабрику картонных коробок. АПЛОДИСМЕНТЫ А у коробочка Простое белорусское счастье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ